Обсуждаем оперативную обстановку на Южном фронте с начальником Объединенного Координационного Пресс-Центра Сил Обороны Украины Юг Натальей Гуменюк. Наталья, здравствуйте. Слава Украине, Виталий Вас. Героям слава. Наталья, расскажите, как на Южном фронте встретили утро и какая обстановка там по состоянию на этот час? Обстановка остается достаточно сложной, но контролируется силами обороны Украины. Несмотря на то, что враг продолжает террористическую тактику обстрела мирного населения и с тех артиллерийских позиций, которые еще может себе позволить на левом берегу, постоянно маневрируя, перемещаясь, они все-таки выискивают места, до которых мы еще не достали и не смогли уничтожить их позиции там. И продолжают артиллерийский обстрел местности на правом берегу. И также используют авиацию с управляемыми авиационными бомбами. Эта практика для них стала уже устойчивой на протяжении последних двух недель. Они атакуют так по всей линии фронта, используя авиацию, которую невозможно достать силами противовоздушной обороны. И направляя на мирных людей, конкретно говоря, на регионы, которые пытаются возродиться после деоккупации, направляя вот такие снаряды, которые имеют огромную силу уничтожающую и большую взрывную волну. То есть кроме воронки остается еще очень много поврежденных домов. В том числе и попавшая в сельскохозяйственное поле такая бомба приводит в детонацию, создает детонацию для тех заминированных участков, которые еще не обработаны нашими взрывотехниками. Наталья, можете детальнее рассказать о ситуации и как прошли сутки на правобережье Херсонщины? Сколько было обстрелов? Есть ли раненые, пострадавшие? Мы зафиксировали порядка 65 обстрелов. Это, в принципе, на треть меньше, чем при той интенсивности, которую враг декларировал как основную 2-3 недели назад. Результат нашей работы налицо. В некоторые сутки обстрелов даже меньше 50 удается достичь. Но сейчас взбудораженные, слегка, так сказать, предвкушением нашего контрнаступления, о котором так много говорится, они на всякий случай пытаются атаковать гораздо больше и сильнее, но бьют постоянно по мирному населению. Обстрелы производятся по населенным пунктам, за пределами населенных пунктов, как я уже говорила, на аграрный сектор большой упор, там, где люди сейчас активизировались в связи с полевыми работами сезонными. А в предвкушении, как вы говорите, контрнаступления российские оккупационные войска не собираются с территории левобережья Херсонщины, временно пока еще оккупированной, совершить вот этот вот их так называемый очередной жест доброй воли? В любом случае, я говорила об этом и раньше, и сейчас хочу сделать акцент, в любом случае такой жест их доброй воли будет под воздействием нашей боевой работы, не такая уж у них и добрая воля. Дело все в том, что они маневрируют, они перемещаются, они оборудуют себе дополнительные рубежи обороны, и все это говорит о том, что они осознают неизбежность тех мероприятий, которые придется выполнять на этом участке местности. То есть они будут перемещаться глубже, они пытаются уже сейчас создавать списки местного населения готового и согласного на эвакуацию, они пытаются насильно паспортизировать людей, обредить их в российское гражданство для того, чтобы полномерно, как они себе представляют, перевозить это население глубже в Крым, глубже на левый берег, там, где планируют размещать свои подразделения и прикрываться живым щитом. Это для них основная задача сейчас, создать для себя вот такую буферную зону вокруг своих подразделений, вокруг своих рубежей обороны, буферную зону из местного населения для того, чтобы защититься от контрбатарейной борьбы украинских сил обороны. Какая ситуация в Черном и Азовском морях? Сколько там кораблей и оккупационных войск? Есть ли опасность будущего обстрела ракетного массированного? Угроза ракетного удара остается, поскольку ракетоноситель хотя бы один враг, но оставляет на дежурстве. Сейчас это подводные ракетоносители и суммарный залп ракет «Калибр». В этом случае может быть четыре ракеты. Но для кораблей достаточно два-три часа для того, чтобы пополнить этот ресурс, то есть оказаться на боевом дежурстве, могут дополнительно еще как минимум два надводных и один подводный ракетоноситель, которые в принципе готовы к применению, но находятся в пунктах базирования. Поэтому вероятность ракетного удара остается, она не очень высока, но все-таки есть. И для этого нужно тщательно следить за активностью вражеской авиации. Как правило, эти понятия взаимосвязаны. Когда активизируется авиация, может добавиться ракетоноситель. И это, как правило, признак подготовки ракетного удара. Вряд ли он будет массированным, исходя из количества ракет, которые у врага осталось. Но точечные удары не исключены. Наталья, вот на протяжении многих месяцев российские оккупанты ведут оборонительные мероприятия, если можно так назвать, временно оккупированной автономной республики Крым. Мы наблюдаем, как они копают вот эти траншеи вдоль побережья, выставляют зубы дракона и так далее, и так далее. Они уже закончили эти мероприятия или все еще продолжают окапываться и выставлять зубы дракона? Это процесс длительный. Кроме того, территория Крымского полуострова достаточно большая. Сил и средств у них не так много, хотя они подтягивали туда и из Челябинской области. И это говорит о том, что им необходимо чем-то занимать личный состав и каким-то образом оправдывать так называемую бездеятельность. То есть они изображают текучую деятельность по обороне, поскольку других способов защититься уже не видят. Им необходимо в определенном смысле, скажем так, пополнить собственный бюджет, потому что на оборону выделяется достаточно денег, и оккупационная власть сейчас понимает, что это единственный шанс сорвать большой пуш, с которым и придется, доведется эвакуироваться. Какая обстановка и ситуация на Кенбургской косе, если можете рассказать? На Кенбургской косе продолжается боевая работа. Наши успехи врага нервируют, и в ответ он начинает бить сильнее по мирным жителям. Поэтому сейчас военным командованием объявлен режим информационной тишины, для того, чтобы обеспечить большую точность нашей работы и спокойствие мирным жителям на противоположном берегу. Ранее поступала информация, и мы с вами ее уже обсуждали в эфире, о том, что в населенных пунктах той части Херсонской области, которая временно оккупирована, российские оккупанты просто массово, что называется, отжимали у мирных жителей их личные автомобили. Удалось выяснить, что это все же было? Подготовка к побегу или ротации? Как правило, это и есть подготовка к тем жестам, о которых вы говорили в начале. Тем не менее, мы видим, что они сейчас используют все, что удалось намародерить для того, чтобы действительно перемещать свои подразделения, потому что потери в автомобильной технике, в том числе у них, очень большие после нашей контрбатарейной работы. И они пытаются с помощью такого мародерства сколотить себе определенный капитал, который переправляют уже туда, за поребрик, потому что они уже не стесняясь, пакуют вещи, отправляют все, что могут отправить родным и близким, понимая, что при любом развитии дальнейших событий на этой территории, они уже могут не успеть обеспечить свои частные дела. От жителей временно оккупированного Бердянска поступила информация, что оккупационные власти объявили эвакуацию гражданских лиц из города. Насколько эта информация соответствует действительности, возможно, вы знаете. Время от времени на оккупированных территориях власти действительно объявляют такую эвакуацию, формируют списки, подгоняют автобусы и максимально пытаются обеспечить вот эту имитацию заботы, в том числе и для того, чтобы местные жители, лояльные к Украине, не могли видеть перемещение подразделений, сил, техники, оккупационных войск. И таким образом под видом эвакуации вывозят население туда, где в последующем будут базироваться их же подразделения. Это речь сейчас идет больше о реакреационной зоне, там, где расположены зоны отдыха, отели, какие-то базы отдыха, где они пытаются базировать свои подразделения, максимально их рассредотачивая, но прикрываясь мирным населением. Спасибо вам большое, Наталья, что нашли время с нами пообщаться. С начальником Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Натальей Гуменюк обсудили ситуацию на Южном фронте.